так 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 всех приветствую утро и прекрасно шикарная погода я очень серьезно в таком вдохновении еду снимать кофе с райдес решила что здесь в марте нужно как следует поработать над этим проектом потому что дальше будет много поездок и просто будет ну скажем никогда этим заниматься будут командировки будут разные такие поездки которые имеют и познавательные и собственно полезный характер для моей деятельности есть кое-какая интересная идея и для того чтобы ее реализовать необходимо будет съездить за границу во всем конечно же вы узнаете поэтому сегодня мчусь на работу кстати тоже сегодня сделать все в темпе а не рассиживаться не но как-то быть по собране короче хотя мы очень любим наши команды поболтать посидеть там чего-то чего-то чай попить вот сегодня в общем сделать все собрано потому что сегодня я уже буду выезжать в москву да это значит у меня до из офиса потом приехать домой собраться и поехать на вокзал для этого нужно как вы понимаете время подготовила для вас интересные истории истории которые будут отвечать на очень актуальные вопросы и конечно я читаю все ваши комментарии под каждым выпуском к офис райдос спасибо вам за них и вы делитесь не только своим опытом но и своей личной какой-то историей я знаю что это бывает непросто но для меня это очень важно потому что я благодаря вашим комментам вспоминаю те истории с которыми по сути вы ко мне приходили и это дает мне возможность вспомнить актуальные темы с которыми мы уже когда-то разобрались с моими клиентами и которые получили от меня помощи собственно которых я могу вам рассказать еду назад отличный плодотворный день и даже и даже ребята я вам хочу сказать что очень продуктивно и быстро я отработала обычно мы работаем на три часа дольше потому что пока чай попить пока то пока это но как я и говорила я люблю продуктивность очень сегодня было записано очень много интересных тем одна из которых была про цвета про то как они влияют на нашу жизнь одна история была про домашние растения и их магические свойства также кстати была очень интересная история квартирки центре города да и как девочки очень хотят заполучить иногда квартирки на какие методы они идут чтобы это иметь вот и каким способом еще и это выявляется в общем целых четыре истории я записала записала все визуализации записал все приметы которые имеют актуальность на мой взгляд и по сей день поэтому ждите каждый выпуск каждый четверг смотрите кофе с райдос и пейте со мной прекрасный горячий напиток и учитесь я всегда даю обязательно полезность да вы это знаете и всегда разъясняю и даю свои комментарии про что история чему он должна научить и почему вообще ей рассказываю ну а я подъезжаю домой собираться и выезжаю в москву соскучились да наверное по моей обычной жизни да я тоже соскучилась по камере и было много времени снимать когда я была в отпуске сейчас гораздо меньше вот поэтому в общем-то эта неделя у нас начинается и я уже в петербурге и хочу с вами может быть что-то интересненькое обсудить я нашла даже какие-то вопросы пока вот жду мужа решила вам их озвучить ваши вопросы конечно вот например чему вы научились за время проекта битва сильнейших какого рода до рода опыт я получила что я поняла я поняла что я очень выросла очень выросла и как специалист и как личность я поняла что я могу не только держать удар но и если надо в общем-то ударить хотя я предпочитаю не прибегать к такого рода действиям особенно когда в готических залах ты стоишь в общем то в принципе становится вдруг понятно что например человек может находиться в гримёрке быть одним человеком да потом в готическом зале оказывается он может быть совершенно другим человеком это тоже кстати такой интересный для меня опыт когда в общем ты такой типа 15 уже было что-то что-то по-другому в этот момент как бы конечно очень хочется эмоционально включиться очень хочется спросить предъявить типа слушать и 10 минут назад говорил одно потом произошло другое но вы как бы вот именно в этот момент я понимала каждый раз что вот зато я как как в гримёрке так и здесь да мне нормально с этим быть такой какая есть говорить то что я думаю вот поэтому друзья мои вот наверное вот этому я научилась а также я научилась но не за время испытаний соответственно я поняла что я еще более выносливая чем я думала я поняла что я более сильная чем даже я могла предположить потому что были такие моменты когда не только на грани возможностей я работала но и даже какие-то новые совершенно вещи до приходили ко мне в виде именно моих не только ощущений но и введение да и получение информации круто для меня это было круто еще какой вопрос мне здесь понравился интересненький как вы все успеваете во первых я занимаюсь планированием во вторых я расставляю приоритеты вот что для меня приоритетнее да той тем я и занимаюсь и в тот момент когда я ставлю например себе рабочие часы или рабочее время неважно я там работают с людьми и в этот момент или я занимаюсь своими собственными делами я это время трачу максимально продуктивно на поставленные задачи я не отвлекаюсь в этот момент я никому там если пришло там sms я не отвлекаюсь на телефон если там кто-то позвал я все я закрыта я занимаюсь этими задачами вот то есть я стараюсь не отходить от плана именно поэтому я не очень люблю какие-то сюрпризы когда мне говорят слушай сейчас будет какой сюрприз я честно признаю что я не очень люблю эту историю сюрпризом то что я люблю когда все четко ясно и понятно и последовательно чему стараюсь и приучать собственно своих деток вот конечно мне интересно чтобы вы позадавали еще какие то вопросы но помните о том что это влог влог ведьмы влог жены и влог мамы влог женщины и личности надеюсь интересный раз вы уже со мной и меня смотрите поэтому позадавайте какие-то интересные вопросы чтобы их раскрывала в каждом из своих видео ну а что вам рассказать показать для отвод петербург грязный весенний жду мужа пошел по делу этому особо чем рассказать ребята рассказать особо ничего а вот они эти пришли план не будем подслушивать это просто неприлично на самом деле успела я поснимать и вот это пока наши дела но успеваю снять вам человечка который к нам приехал вы все его знаете и теперь эти два человека не обращают мне никакого внимания вероятно потому что очень им интересно вместе теперь проводить время ладно шучу нас ангелом мы идем в один из наших любимых ресторанов так как мы очень любят японскую кухню последнее время это наш фаворит а на самом-то деле друзья мои я просто застеснялась снимать людей которые сидели рядом с нами в ресторане но я подумал что как-то ну уж совсем как-то они так на меня смотрят люди там я еще их и буду снимать они едят и общем короче мы поели без блога и сейчас поедем в театр ты доволен хотя бы есть отдыха есть досуг и досуг очень важно планировать потому что во время досугу вы все равно находитесь тем что вы себя развлекаете ну или вас кто-то развлекает но так или иначе вы у вас там несколько это мозговая деятельность так или иначе у вас есть то что вы делаете вы куда-то едете что-то смотрите анализируете это все-таки досуг получаете впечатления новые укрепляется нейронные связи все такое вот поэтому это очень важно тоже планировать но вот наше свидание сегодня именно такое что мы встретились поели и уже вдвоем идем короче ржали сейчас над тем что каждый раз когда люди фоткаются они делают такие улыбки которыми они на самом деле они пушки не пользуются в обычной жизни но типа фотка меня вот как будто такое мама дурачок это питер ребята весна в питере это прекрасно что мой муж умеет делать сюрприз это прекрасно что мой муж умеет делать сюрприз и я до сих пор кстати не знаю на какую стану вы пришли это сюрприз это прекрасно что мой муж умеет делать сюрпризы муж так театр акимова здесь кстати есть такие дорисовки макеты как декорировать сцену для спектаклей сейчас чем покажу одну постановку по мне тактика театр это прям такое особое место место где есть особая глубина место где есть живая эмоция живая игра где актер где профессия актер раскрыта совершенно в полной мере бумаги перевоплощения нам так понравился театр акимова что мы решили пойти еще и с детьми там проходят и детские спектакли и идем мы на спектакль помните как называются дети вы как вообще настроен вы знаете кто такое оля лукоя сказочник а мне кажется он в сны приходил ну да получается что сказочник да интересно тебя посмотреть будет говоришь а тебе и захарик да кстати интересно вот поэтому наш сегодня план такой спасибо папе нашему за билеты поблагодарили здесь или после спектакля госпспектакль такая история дети смотрят у нас отечественная мультипликация интересно кстати вы угадаете этот мультик или нет если да то пишите в комментариях здравствуйте как ты попала на эту большую и быструю реку ну что ребятки расскажите как вам спектакль что понравилось а ты расскажи лучше как спектакль тебе хорошо а что понравилось больше всего да а про солдата тебе понравилось больше всего про огниво ну расскажи я не знала какие мы посмотрели получается сказки о принцессе на горошине огниво огниво и свинопас вон захару лучше всего песня понравилась а ну захар ты круто гаврюша теперь ты молодцы ребята спасибо вам за ваше впечатление это ради этого друзья мои для того чтобы семья чувствовала себя целой семья была в одном потоке так сказать в одних настроениях такое крутое детство мне кажется в нашем детстве так мальчики заросли и вот у нас значит происходит ничего себе говорю что не под машинку настоящий мужчина модельная стрижка получается так так доброе утро или я не знаю какое время какое время вы сейчас смотрите мой влог а что дальше у меня по плану и как дальше развиваются события моей жизни а я решила переформатировать один марафон он называется овт овт это значит отношение венец творения и он носил эзотерический характер а сейчас я хочу это сделать под очень крутой психологический продукт потому что каждый раз я получаю в директ разные там сообщения от вас которых вы рассказываете о том что у вас есть какие-то сложности там с вашими вторыми половинками и вы не знаете как поступить в той или иной ситуации и я сделала вывод о том что вы просто может быть за вот этой суетой дней забываете что важно понимать про отношения и если вы какие-то вещи не понимаете то в этом случае да естественно нет ни взаимопонимания с партнером нет ни взаимопонимания с самим собой и я решила сделать такую программу которая позволит вам понять причины того что у вас не в порядке в отношениях это очень важный момент особенно в нынешних реалиях я наблюдаю что очень много одиноких женщин и более того много одиноких мужчин и это происходит не потому что вы хотите быть одинокими хотя зачастую и еще и поэтому что вы действительно не хотите быть с кем-то не хотите отдавать энергию а к сожалению хотите в основном потреблять энергию ну может быть не вы конкретно но люди в большинстве своем просто хотят потреблять что-то от других людей они правда верят в том что их кто-то должен сделать счастливым и что там мужчина должен для того чтобы только удовлетворять потребности женщины ну в общем есть много вопросов а ответов не так уж много и за счет того что интернет переполнена информация о том как строить отношения правильно да психологии отношений прочее вы люди много читают и начинают запутываться начинают запутываться на самом деле что что происходит и зачем это должно происходить и что происходит с вами да вы перестаете это понимать какой-то момент короче огромное количество информации которые наоборот запутывают они распутывает вас и я подумала о том чтобы внести какую-то ясность а учитывая то что я свой марафон делал уже несколько лет и он дал потрясающие результаты у участников я решила расширить так сказать и модернизировать его для того чтобы у вас была возможность еще круче в общем-то проработать какие-то вещи которые возможно у вас есть и чтобы у вас была ясность поэтому сейчас я еду на студию где меня будет ожидать операторы где меня будет ожидать алексей и мы будем снимать для вас этот новый продукт какое мое сейчас настроение такое достаточно весеннее у меня тоже есть перепады настроений и плюс еще помним о том что коридор затмений поэтому я встаю разные мысли и разные ситуации в мою жизнь в том числе приходят для отработки а помним о том что коридор затмений всегда несет себе определенные кармические отработки которые и меня не проходят мимо солнца петербурге нет небо низкое не то чтобы она лежит на голове и висит на плечах но хочется большего простора хочется большего хочется короче чтобы и погода уже как-то говорила о том что весна весна пришла хочется солнца хочется какого-то тепла хотя я чувствую внутри что это все рядом но глядя на улицу особо я этого не вижу так я уже подъезжаю здесь что я забыл это позавтракать поэтому наверное начну с этого звонила уже всем чтобы меня ждали там рядом в кафешке то что хочется есть все пошли ребятки и ну и зеленый салат такой вот сэндвич мне принесли все я на студии и как я вам говорила сегодня буду работать над новой программой которую я переформатирую и поэтому она собственно будет новое потому что от старого там останется может быть и даже ничего сама идея сейчас я просто про это думаю вот прекрасно поработала до записала может быть не все не совсем так как хотела но все-таки я сделала больше часть работы которую я по сути планировала сделать это очень важно потому что важно уходить с работы с чувством собственного удовлетворения конечно могу сконцентрироваться на том что либо я не доделала то что хотела но я лучше сконцентрируюсь на том что я сделала массу полезных поэтому я собой господа реально довольна и для меня это прям ну вот кайф кайфовый и более того мне кажется что даже и весна со мной заодно встала да вышло солнце я кайфую так сейчас домой там малыша реки авария захотела подстричься может отвезу если будет место конечно парикмахеров а то он смотрит мальчики подстриглись весна девчонка хочет обновлений классно же и это Продолжение следует...